Меня зовут Алена Денисова, я ландшафтный архитектор. Сегодня мы поговорим о том, стоит ли делать на своем участке водоем. Когда вы осваиваете свой участок, неважно, своими силами или при помощи ландшафтной фирмы, в какой-то момент, как правило, возникает мысль, а не сделать ли пруд. Есть много видео и статей на тему того, как сделать водоем на участке, но редко поднимается вопрос, а стоит ли это делать вообще. Увидев красивую картинку в интернете, почти каждый человек уверенно скажет «хочу». Но перед тем, как приступить к обустройству пруда, нужно прояснить для себя некоторые моменты. Дело в том, что пруд – это не просто вырытая в земле чаша, заполненная водой. Это целая система, которая требует к себе определенного внимания и ухода. Если мы говорим про сравнительно небольшой пруд, а они, как ни странно, требуют большего ухода, чем большие водоемы, то это генеральная уборка весной, удаление налета на дне, уборка органических остатков. Летом – это обслуживание техники, обеспечивающие функционирование пруда, фильтры, насосы, скиммеры, если они есть, и долив испарившейся воды, если он требуется. Осенью – уборка опавших листьев с поверхности воды, обрезка растений и подготовка к зиме. В некоторых случаях на зиму воду полностью сливают. Если у вас в пруду живут теплолюбивые растения и рыбы, то на зиму их, разумеется, нужно определить в более теплое место. Нельзя не упомянуть, что пруд – это биосистема, которая себя хорошо чувствует, а значит и выглядит, когда в ней есть биологическое равновесие. Иногда для того, чтобы это равновесие установилось, требуется приложить усилия. В противном случае вы замучаетесь бороться с цветением воды и неприятным запахом из вашего пруда. Особенно это касается небольших прудиков. Что касается больших прудов для плавания или разведения рыбы, то их имеет смысл делать, если у вас есть возможность легко их наполнить водой. Если на участке есть родники, высокие грунтовые воды или рядом есть озеро или речка, откуда вы можете запитать свой пруд. Если же вы планируете его заполнять водой своими силами и с помощью дренажа, то в случае с сухим и жарким летом вы с ним намучаетесь. Кроме того, если гидроизоляция сделана плохо или не сделана вообще, вода может просто уйти. Впрочем, это касается и маленьких прудов. Так что выкапывать пруд на участке стоит только в том случае, если вы понимаете, что он вам действительно нужен, что вы не представляете своей жизнью без водоема на участке, если вы готовы посвятить часть своего времени и средств на уход за ним. Если же делать пруд просто по причине, что был, то велика вероятность того, что через пару лет он вам надоест, и вы его засыпете. Разумеется, трагедии тут нет, но лучше взвесить все за и против заранее, чтобы избежать разочарований и лишних денежных трат. Вот и все, что я хотела сказать на эту тему. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания!